Случились в жизни перемены, но память открывает лист. Мой дед любил играть шопена, забыв, что он не пианист. Ольга Целебровская читает стихи, которые сама сочинила о своем именитом дедушке Владимире Смирнове, руководителе безымянской ТЭЦ в годы войны и главы города в 50-х. Она хорошо запомнила, как ее дед играл на фортепиано большими рабочими руками. Обладая музыкальным слухом, Владимир Смирнов сам освоил инструмент и исполнял даже сложные партитуры шопена. У него были мужские такие, он же сам, можно сказать, из землемеров вырос. Так что у него музыкальных никаких данных изначально не было, но слух был абсолютный, но никто его не учил этому. И были у него такие рыбацкие, большие мужские руки. Помнит Ольга и о том, что дедушка был очень скромным человеком, хотя его заслуги перед Куйбышевым и всей страной в целом сложно недооценить. В 1941 году Владимир Смирнов возглавил безымянскую ТЭЦ, на строительстве которой до этого и работал. В самые суровые военные годы он руководил предприятием, бесперебойно обеспечивающим энергией все оборонные заводы, эвакуированные в запасную столицу. В 1945 году за успешную работу в годы войны ТЭЦ получила красное знамя на вечное хранение. А Владимир Смирнов стал главным энергетиком города, а позже и главой Куйбышева. В годы его работы в городе открылись спортивная школа, городское управление культуры, библиотека для слепых, электротехнический институт связи и пять новых школ. Сегодня, открывая эту мемориальную доску, в канун 9 мая отдаем данной памяти Владимиру Ивановичу, который был настоящим энергетиком и внес неоценимый вклад в победу нашей страны. Мемориальную доску в честь Владимира Смирнова открыли на доме, в котором он жил 30 лет, по адресу Чапаевская, 178 А. В торжественной церемонии приняла участие и глава Самары Елена Лапушкина. Конечно, мы представляли несколько иначе себе это мероприятие. Очень хочется здесь видеть ветеранов, очень хочется, чтобы здесь принимали участие наши школьники, наши юно-армейцы. Память, какого выдающегося человека, должна быть увековечена. Это нужно сделать именно к 9 мая. Спасибо вам огромное. А мы около этой доски наверняка еще встретимся и с ветеранами, с молодыми людьми и расскажем об этом человеку. Его заслуг не перечесть Самары гражданину в честь доскою памяти сердечной. Пусть будет он увековечен. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События.